Надо же! Как же туда попала, псинка? Какого хрена? Ладно. Приветствую, дамы и господа, и добро пожаловать на канал Fangames. Сегодня мы продолжим исследовать игру в режиме NG+. А я немножечко решил покосплеить Арториуса. Снова взял его броню и купил его меч за душу волчьего рыцаря. Так, что я хотел сделать? Во-первых, поговорить с Ириной и передать ей священный фолиант, лондорский священный фолиант. Напоминаю, что эти заклинания мы не купили в предыдущей серии. И теперь мы их изучим. Здесь, в общем-то, появляются четыре... ой, не четыре, а три тёмных чудо. Это тёмный клинок. Его изучаем. Обед, молчание. И, конечно же, повторная смерть. Всех этих трёх чудес нам не хватает для получения трофея. А теперь можно кое-чего сделать. Это делать, конечно же, не обязательно, но я покажу вам. Помните, я говорил вам, что можно развернуть квест с Ириной в другую сторону. При прошлом прохождении мы сделали Ирину-хранительницей огня. А теперь мы, наоборот, передали ей тёмные чудеса. И теперь этот товарищ должен унести Ирину из храма огня в наказание за то, что она учила тёмным чудесам. Для этого необходимо перезагрузить локацию. Итак, я перезагрузил локацию, но смотрю, что Ирина всё ещё в храме. Ничего страшного. Эйген может не сразу унести Ирину из храма. Поэтому мы просто вернёмся сюда чуть-чуть попозже и продолжим квест с ней. Так, а теперь давайте отправляться в Ретил Холодной Долины. Итак, я уже расправился с боссом Поверитель Вальнир и теперь нахожусь в Ретиле Холодной Долины. Следующим шагом будет продолжение квеста Сирис. Для этого необходимо пробежать по мосту и дойти до следующего костра. Наверное, сражаться с альванским чудищем я сейчас не буду. Кстати, я ни разу не пробовал от него убежать, но я точно знаю, что это можно сделать. То есть через тот невидимый барьер чудище не пройдёт. Супер! Забавно. Ладно, зажигаем костёр. Вот действительно, единственное, что я не знаю, появится ли чудище снова, если так вот просто пройти. Посмотрим. Интересно, почему там стена от тумана? Может, кто-то вторгается или что не так? Понятно. Ко мне сильно кто-то вторгается. Ладно, придётся это вырезать. Итак, после зажжения костра возвращаемся назад, к самому первому костру в этой локации. Здесь у нас будет знак призыва Сирис. И нам необходимо помочь Сирису в убийстве тёмного духа. Как же много у него ХП, жуть. Как же много у него ХП, жуть. И не даёт похериться Сирис. Ух ты! Атаки-то у него неплохие такие. Надо ещё раз его бэкстебнуть. Отлично. Блин, даже бэкстеб очень мало сносит. Возможно, это из-за этого мяча. Сейчас очень комфортно играть с мячом Арториуса. Ну, с мячом Волчеврыцарь, как он здесь назван в этой части игры. Потому что я очень долго бегал с Климором. А у него, в принципе, мусет точно такой же, как у Климора. Единственное, что специальная атака отличается. Кстати, вполне такая прикольная. И последний удар не хватило выносливости, надо же. Блин, отхилился, офигеть. Да, парнишка жёсткий. Сирис явно бы одна не справилась. Как, в общем-то, и я, скорее всего. Сирис, бить надо, а не хилиться. Ну ты чё? Фух, ну наконец-то. Вдвоём заковыряли, пацана. Долг исполнен. Да, пожалуйста, Сирис, мне не жалко. Ну и, конечно же, теперь Сирис у нас сидит в Храме Огня. Отлично, получаем кольцо Серебряной Кошки, освященный Панцирбрейсер. Конечно же, Панцирбрейсер нас абсолютно не интересует, а вот кольцо для трофея нам необходимо. Теперь мы сможем призывать Сирис на битву с некоторыми боссами. Возможно, даже этим мы воспользуемся. По-моему, она больше нам ничего интересного не скажет, да? Отлично. Ну что ж, двигаемся дальше. И ещё один момент, который я хотел вам продемонстрировать. Нужно поговорить с Юрией. Ладно, в принципе, нас интересовала лишь только первая часть диалога. Юрия сказала, что орбики Свинхейма представляют опасность. В общем-то, давайте убьём его сейчас, потому что в прошлый раз мы уже скупили у него все заклинания, и он больше нам не нужен. Фух, ну что, братишка, прости. Что это такое? Так. Ещё он пока что как-то не особо реагирует на наши атаки. Ну ладно. О, всё. Да. И есть только одна вещь, что делать. С ума сомневаться. С ума сомневаться. Я буду здесь и сейчас. Так. Слушайте, как он сильно-то одолбит, что-то я даже не ожидал. Ха. Ладно. Слишком заигрался, давайте убивать его по-нормальному. Да уж. Ха-ха. Всё время не хватает уносливости, чтобы делать ему последний удар. Финальный. Ладно, просто умри уже. В общем-то, всё, что с него нужно, это его пепел, который мы и отнесём Юрии. В общем-то, делать это, конечно же, для платины не обязательно, но за это Юрия нас кое чем вознаградит. Слышь. 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 Получаем Марионовый клинок. В принципе, меч довольно-таки интересный, можете его посмотреть, может быть, даже вам он и пригодится и будете с ним играть. Ну, мне же начали нравятся двуручные клинки, с ними я и буду бегать до конца игры. Ну и следующая наша встреча уже произойдет в церкви Ёршки Здесь мы снова встречаем Анри, как и в прошлый раз И как и в прошлый раз она нам отдает кольцо злого глаза Которое, естественно, нам уже не нужно Но разница в том, что теперь мы не будем убивать пилигрима Который здесь стоит в углу, притворившись статуей Потому что он должен сделать свою часть квеста И довести Анри до определенного места Не забываем подобрать здесь свидетельство верности И отправляемся за следующим колечком У нас здесь совсем недалеко Главное не отъехать там от кучи мобов Но мы постараемся сделать все аккуратно Так, таких вот ребят можно пропустить С ними сражаться я совсем не хочу Особенно когда их трое И идем вот сюда Здесь, по-моему, еще один противник должен ходить Да Колечко же у нас будет лежать вот здесь Кольцо зеленым цветом плюс один Кстати, я сразу его и надену Я как раз сношу кольцо зеленым цветом Выносливости мне всегда мало Так, сразу отсюда мы отправимся за следующим кольцом Но, кстати, перед тем, как мы пойдем за кольцом Мы еще немножечко продвинем квест Сирис В общем-то, колечко, конечно же, от нее мы получили Больше уже ничего и не нужно Но, тем не менее, квест Сирис еще не завершен Так, давайте посмотрим Здесь нам вторгается Тоже самый темный дух, которого мы сейчас Убивали вместе с Сирис Ой, я застрял Это плохо Так, братишка, иди сюда Надеюсь, ты не такой же жесткий Как в мире Сирис Так, вот выносливости у меня маловато Надо подкопить Ну да, как всегда он будет хилиться Неудивительно Ай, я не хотела На еще один ударчик, отлично Забрали его Получаем дракон Топор, топор драконоборца Кстати Его сет, по-моему, или щит Точно не помню В общем, какие-то части его еще экипировки Можно теперь, после этого убийства Получить на мосту Воротил Холодная долина Примерно на том месте, где мы Помогали Сирис его убивать Я туда, конечно же, вернусь и заберу Сет, но сначала сделаем кое-что другое Раз мы уже сюда попошли Ну да, нужно забрать колечко И, в общем-то Активировать следующий костер Если помните, в прошлый раз я говорил, что При спрыгивании здесь, где-то на НГ появится кольцо Вот теперь оно здесь и лежит Золотое кольцо жадного змея Ух ты! Меня призывает по ковенанту клинков темной луны К сожалению, призыв по ковенанту у меня сорвался И это, кстати, очень распространенное явление Думаю, если вы уже начинали фармить ковенанты Вы с этим сталкивались Понимаете, о чем я говорю Да, здесь теперь лежит весь сет крейтона Вот Если вдруг интересно Я еще сам толком ковенанты не фармил Собственно, что у меня есть? У меня 12 свидетельств верности 14 меч трава Ну и всего остального не очень много Бледных языков, в принципе, я уже почти нафармил Человеческие отбросы Тоже еще 4 штучки найти Ну и, конечно же, много костяных оков Костяные оковы, в принципе, я буду фармить в самом конце Поскольку это не очень-то уж и сложно Ну, в том плане, что Это, по крайней мере, зависит от вас Вы сами сторгаетесь в чужой мир Там, убьете, не убьете И получаете предмет А вот по ковенанту клинков темной луны И, конечно же, сторожев псов фарона Уже сложнее, потому что Не факт, что вас еще и призовут Вот, и не факт, что вы потом После призыва сможете Предметы получить Поэтому Большую часть икре, конечно, я бегаю С клинками темной луны И с сторожевыми псами фарона Ладно, мы тем временем Направляемся дальше Я снова вернулся в храм огня Чтобы проведать Ирину Теперь мы можем видеть, что Ирины на месте нет Нам ее нужно найти У костра Где мы убивали Гундира В самом начале игры Весьма внушительные вещи такие У Эйгана Тяжелое оружие Большой щит Ух, ух, ух И дамаг, конечно, приличный От всего этого безобразия Но сам по себе противник, конечно же Не сложный Большой щит Большой молот Морна И стонущий щит Вот Ну и теперь давайте поговорим С Ириной Здесь, кстати, есть тоже два варианта развития событий Можно перед тем, как сейчас разговаривать с Ириной Слетать в храм огня Там у служанки появится в продаже Сет Морна Можно надеть перчатки И прикоснуться к Ирине Она подумает, что к ней касается Эйган Ведь Ирина слепая Вот И тогда она там, по-моему, то ли сойдет с ума Или, в общем, будет вести себя как-то немножечко неадекватно И, по-моему, при таком раскладе у нее уже покупать заклинания будет нельзя Но сейчас Ирина просто возвращается в храм огня И можно дальше с ней взаимодействовать, как и раньше Следующее колечко, друзья Мы сможем получить сразу после убийства босса понтифик Салливан Для этого необходимо выйти на улицу И отправиться в верхнюю часть собора Здесь я, кстати, рекомендую вам уже снова надеть ковенант верных Олдрику Для того, чтобы вам не мешали вторженцы Ну, в то же самое время вы сможете и сами здесь вторгаться Говорят, что если вы надеваете ковенант верных Олдрику именно здесь, в Эритиле То шанс вторжения больше, чем если вы будете бегать с этим ковенантом, где мы в другой локации Ну, я не знаю, насколько это правда Я не знаю, как это можно проверить Но предположим, что это так Так, все-таки догнал меня огненный шар Колечко где-то здесь наверху, неподалеку Я точно не помню где Правде говоря Так, там у нас мимик Да, видимо здесь Кольцо благосклонности плюс один Отлично И я только что убил здесь мимика И получил символ алчности Не удалось мне, конечно, проверить всю эту ситуацию С тем, чтобы убить всех мимиков в игре Ну, ладно Получил так получил Удачи и вам в получении этого предмета Он очень пригодится, если будете фармить ковенанты Ну, а теперь, друзья Нам нужно снова поговорить с Юрией Отлично Посмотрите, какие лаги у меня при вторжении Охренеть Я еще ни разу такого не видел Дичь какая-то Мы практически уцели Раскидаем парочку серебряных рыцарей И заходим внутрь собора Здесь нам нужно идти направо Здесь я уже сломал визорную стенку Я сюда уже попытался один раз пройти Но мне начался опять призыв в другой мир Я решил просто этот кусочек перезаписать Здесь мы встречаем пилигрима Того самого, которого мы убивали при первом прохождении Который маскировался Да что ж такое Опять вторжение Ладно, давайте быстро поглядим с пилигримом Получим меч Пробегаем дальше Здесь у нас какая-то ерунда Да, сет, который мы уже подбирали Вот мне интересно Сможет ли темный дух сейчас сюда прийти во время проведения церемонии Прям забавно Давайте попробуем Здесь мы видим Анри И начинаем ритуал помолвки Субтитры сделал DimaTorzok Получаем еще три темных метки А я сейчас, видимо, буду войти с этим вот чуваком Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это было забавно Он отдал мне уголь И убежал отсюда В общем-то, теперь квест Юрия уже закончен Для того, чтобы получить финальную концовку Теперь просто необходимо убить последнего босса И зажечь костер Я сейчас на костре подножия утеса В поселении нежития здесь неспроста Сюда мы идем для того, чтобы закончить квест Санри При этом вам нужно сперва убить Олдрика Ванерлонда А потом нам необходимо вернуться на вход к сражению с проклятым великим древом То есть прямо вот сюда Здесь мы можем видеть знак призыва Еще один знак призыва Сирис И здесь нам нужно помочь Сирис убить Годрика Того самого чувака, который принимал нас в ковенант мародеров Годрик является дедушкой Сирис А еще он является очень опасным NPC на самом деле И гляньте, сколько у него хп Плюс он пользуется заклинанием внутренняя сила Которая, кстати, будет отнимать у него хп постоянно Но будет добавлять ему атаку А еще этот парнишка, как мы помним, умеет неплохо парировать Поэтому будьте аккуратны Но можно его подлавливать в те моменты, когда он берет меч двуручный хват Сейчас попытался использовать заклинание Мы не дали ему это сделать У него закончились эстусы И осталось просто его добить А вот это я попался, конечно Так, конечно Вот, собственно, и все Долг исполнен На этом квест Сирис практически завершен В Яме Опустошенных теперь мы можем найти сет Годрика А сама Сирис снова ожидает нас в Храме Огня Если принять ее рыцарскую клятву Ее можно будет призвать на битву с боссами доспехи Драконоборца И с принцами Лорианом и Лотриком Вот, ну и на этом уже квест Сирис заканчивается А нам пора двигаться в подземелье Рекила Ну а теперь, когда все важные квесты уже выполнены Нам осталось лишь только дособирать оставшиеся кольца на НГ+. Чтобы добраться до следующего кольца Вам необходимо прийти к костру Оскверненная столица Я думаю, вы наверняка узнаете эту локацию с ядовитым озером А само колечко у нас здесь снизу Его, кстати, видно, как оно мерцает Спределимся с уступа и забираем кольцо С огненным камнем плюс один И сразу отсюда можно бежать за следующим колечком Следующее кольцо мы найдем на шорткате Там, где стоит гигант и бегает много крыс Ну давайте, в принципе, я вместе с вами пробегусь туда быстренько Чтобы показать, как максимально быстро и удобно можно его собрать Итак, мы спрыгиваем в разломе Сюда, к ногам гиганта Здесь, в принципе, можно никого и не трогать Так, только чтобы таргет не выделялся, на кого попало И поднимаемся сразу на лифт Само колечко мы уже можем видеть здесь Раньше здесь, естественно, ничего не было Серебряное кольцо жадного змея Если, конечно, вы хотите отсюда как-то безопасно выбраться, вам делать так не стоит Но я сразу полечу отсюда на костер через косточку Ну и теперь самое время отправляться убивать гиганта Йорма В прошлой серии у меня кусок с убийством Йорма выпилился И я решил вставить его в этот раз Ну, точнее, не в прошлой серии, а при первом прохождении Йорма В прошлой серии Я, шеферт из Катамина Я пришел в оборудовании Субтитры создавал DimaTorzok Если вам помогает Сигвард Главное вовремя заряжать оружие И вовремя бить, разумеется Ой Далековато стоял противник К сожалению Да, на NG+, конечно, YRM уже Побольше здоровья, значительно Прям чувствуется Ну все Осталась уже ерунда Вот в общем-то и все Еще один Повелитель Бурь Уже третий по счету Итак Сразу после убийства YRM мы появляемся На месте сражения с танцовщицей С Холодной долины Но поскольку я убил ее Еще до того, как я убил Ворта В самом начале игры, если помните То сразу продолжает двигаться вперед Следующее колечко у нас здесь Совсем недалеко Так, дружок Ну да, как всегда Бэкстеп не удался Ну зато разбил ему щит Что тоже неплохо Так, ну а колечко у нас Буквально здесь В самом низу Кольцо с древесным узором Ну а теперь друзья Нам нужно убивать босса этой локации И идти в скрытую локацию Как она там называется Заброшенные могилы, по-моему, да? Где альтернативная темная версия Храма огня Там мы и встретимся Итак, друзья После убийства Айцероса и Гундира Мы направляемся в темную версию Храма огня Я думаю, что всех этих черных рыцарей Мы просто пробежим Не будем с ними сражаться И тратить на это время Завращиваем сюда направо-наверх И само колечко будет лежать Около башни Кольцо стальной защиты Плюс один Кстати, его Я тоже сейчас использую Ну что ж Надо двигаться дальше Следующее колечко У нас уже находится В замке Лотрика Нам нужно добежать До места с виверными И пробежать вот сюда Быстренько и аккуратненько Здесь в всякий случай Поубивать противников Чтоб они не мешались Хотя, может быть и нет Сейчас сверху кто-то будет спускаться Это я помню Да-да-да Ха-ха-ха И он меня скинул Ладно, надеюсь теперь я смогу Забраться наверх Отлично Все верно, можете драться или не драться На ваше усмотрение А нам нужно вот сюда Спрыгиваем на этот уступ И получаем очередное колечко Кольцо жизни, кстати Плюс два А следующее колечко мы будем получать На месте боя со второй Виверной Спрыгиваем с этого уступа вниз И само колечко мы сможем найти здесь На балкончике Кольцо с темным камнем Плюс один Чтобы добраться до следующего кольца Вам нужно пробраться на самую крышу Великого архива Как вы можете видеть, я уже открыл Шорткат Уже пробежал всю эту локацию В принципе ничего страшного Если знать куда бежать У меня это заняло Ну минут пятнадцать Наверное Существом того, что Меня дважды вызывали По Каменанду Клинков Темной Луны Теперь нам нужно Бежать к месту сражения С тремя ангелами Мы их оставляем На улице И спрыгиваем сразу вниз Это заклинание можно было конечно же не подбирать Смысла в этом нет Так, а нам надо еще ниже Аккуратненько спрыгнуть вот здесь Отлично Теперь сделаю так, чтобы нас тут не скинула эта личинка А колечко у нас уже вот тут Если я не ошибаюсь, это двадцатое из двадцати одного кольца И последнее будет у локации пик великого дракона Куда мы сейчас и отправимся Я сейчас бегал по локации И случайно наткнулся на один секрет О котором я никогда раньше не слышал Это удивительно Я уже практически прошел игру второй раз на платину И игра все еще может меня удивлять Вы посмотрите Я сейчас получается от костра доспехи драконоборца Добегаю сюда в здание К лифту, который я уже активировал И выпрыгиваю из него Лифт едет наверх И здесь появляется еще один лифт Реально я никогда об этом не слышал и не знал Внизу нас ждет Предмет кусок титанита Я конечно же его уже подобрал Но оказывается в этой игре есть еще один кусок титанита Который просто так валяется в локации Еще одна возможность прокачать очередное оружие на плюс 10 Просто офигеть Ну и последнее колечко, друзья Мы уже будем забирать в пике древнего дракона От костра Рядом с последним боссом С безымянным королем Я здесь уже предварительно всех зачистил Чтобы не показывать вам все эти сражения Просто берем сюда Поднимаемся, поворачиваем И забираем кольцо Хавила Плюс 1 Да, это последнее колечко Плюс 1 После чего мы можем отправляться И убивать последнего босса Ну вот и финал, друзья Я только что расправился с последним боссом И теперь зажигаем огонь Зажигаем огонь С chariot Плюс 2 Справилось Плюс 2 Плюс 2 Плюс 4 Плюс 2 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok